Здравствуйте, это программа «Важная тема» на ТНТ «Онега». Меня зовут Ефим Овчинников. Сегодня в нашей студии Ольга Филипенкова, начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД Карелии. Здравствуйте. Здравствуйте. Именно вас позвали, потому что, как мне кажется, перед вами состоит самая сложная задача. Вы работаете с детьми, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Почему вас называют педагогами в погонах, воспитателями в погонах? Профилактика преступности среди подростков, она всегда предполагает общение, предполагает подход, нужный каждому ребенку, к его родителям, и требует большого терпения и самообладания. Не случайно большинство инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних Республики имеют педагогическое образование и знают психологию ребенка, умеют общаться. И, конечно, основная задача сотрудников ПДН не только пресекать правонарушения, но и оказывать помощь детям и родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Мы единственные из подразделений полиции и еще Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, которые входят в систему профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. То есть мы включены в систему комплексной работы с детьми и родителями, наряду с педагогами, медиками, социальным обслуживанием. Скажите, пожалуйста, сколько сейчас у нас детей на профилактическом учете? Ну, ежегодно на профилактическом учете находится порядка 700 несовершеннолетних и около 400 родителей, недлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию детей. Вот характер правонарушений, которые совершают дети ваши подопечные, скажем так. Как и где они чаще всего и в чем приступают в закон? За последние пять лет, конечно, преобладают имущественные преступления, то есть кражи примерно 62% ежегодно. Это совершение подростками краж различных форм собственности. Это и из торговых центров, это и кражи велосипедов. На втором месте это угоны автотранспорта. Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков имеют место быть в Республике Карелия. И умышленное причинение телесных повреждений. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас какой-нибудь центр, какая-то служба, которая работает с такими сложными детьми, скажем так? Со сложными детьми работают все, начиная с образовательного учреждения, комиссии по делам несовершеннолетних. У нас есть в Республике центр диагностики и консультирования республиканский, который оказывает психологическую помощь обращающимся туда и родителям с детьми. Все субъекты профилактики работают с нашими трудными детьми. Насколько это тяжело и всем ли можно помочь, скажем так? Ну, скажем, ребенок начал красть. Можно как-то его переубедить, что ли, перевоспитать? Это вообще возможно или нет? Или это под силу только родителям? Конечно, семья играет важную роль в воспитании ребенка. И в том числе поведение семьи после того, как ребенок вступил в конфликт с законом, оно очень важно. Есть ребята, которые совершают, ну, например, кражи из торговых центров из-за необдуманности, стремлением самоутвердиться перед своими сверстниками. И, в принципе, не являются детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. И, конечно, вот этот порядок фиксирования этого документа и требований к родителям, и работы комиссии по делам несовершеннолетних сотрудников полиции, оно играет очень большую роль. И 50% детей, стоящих на учете, мы все-таки снимаем с исправлением. Это очень важно. Но хочу отметить, что только комплексная работа, она может иметь положительный результат. Это работа и полиции, и педагогов, и родителей в том числе, и государства, какие еще органы могут оказать какую-то посильную помощь семье и ребенку. А те дети, которые все же оказываются в колонии за какие-то, например, особо тяжкие преступления, оттуда приходят они, исправившись? За последние три года возвратившихся несовершеннолетних из колонии у нас нет, поскольку те преступления особо тяжкие, их немного в республике Карелия, они совершали в возрасте уже 17 практически лет и возвращались уже взрослыми оттуда людьми. Но у нас есть дети, которые возвращались из специально воспитательных учреждений закрытого типа, относящихся к Министерству образования и науки Российской Федерации. Но, к сожалению, эти дети являлись сиротами, и поэтому на путь истинный никто из них не встал. И они вновь оказались там же, в спецучреждениях. Вот мы до эфира программы с вами говорили о том, изменилось ли у таких детей, которые в непростой жизненной ситуации, как вы выражаетесь, отношение к человеку в погонах за последние, скажем, 20 лет. Потому что, если вы помните, в 90-е годы это был очень сложный вопрос. Мне кажется, любой гражданин, который вступил в конфликт с законом, он все равно будет относиться с некоторым негативизмом к сотрудникам полиции, потому что основная их задача – пресекать эти преступления. И то, что он может быть пойным и привлечен к ответственности, конечно, это не может позитивно отражаться на его мнении. Но я хочу отметить, что подразделения по делам несовершеннолетних, они всегда немножко обособленно стояли среди сотрудников полиции. Все-таки люди нас воспринимают как детских милиционеров и способных помочь в трудной жизненной ситуации, поскольку мы очень тесно работаем с другими органами и учреждениями системы профилактики. Спасибо вам за то, что вы делаете. Еще раз накануне Дня милиции поздравляем вас с профессиональным праздником. Всего доброго и до свидания. До свидания. Я напоминаю, что это была программа «Важная тема» на ТНТ «Онега». Этот и другие выпуски ищите на сайте tnt-defisonego.ru. Меня зовут Ефимов Чинников. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»